Доброе утро, дорогие друзья! У нас с вами сегодня недельная глава Хуката. Я уже говорил о чем эта глава, но мы сейчас поговорим о чуде у реки Арнон. Евреи подошли в это библейское время к реке под названием Арнон, и жившие там народы засели в огромных пещерах таких с двух сторон, и ждали, когда они войдут и уничтожат. Ночью Бог сделал так, что соединились две скалы, и они все покинули. Евреи даже не знали о том великом спасении, которое произошло. Очень часто в нашей жизни происходят чудеса. Чудеса, которых мы не видим. И об этом специально рассказывает Тора, чтобы мы вдумались и поняли, что 99% чудес, которые происходят, мы не видим. Многие говорят, вот если бы он передо мной сейчас море разлет, вот если бы он сверху на облаке приехал и лично ко мне, к Васе Коле или кому-то Абраму обратился, ну тогда бы я, конечно, стал верующим человеком. Но это не так, потому что он уже раздвигал море. И, к сожалению, через какой-то краткий промежуток времени люди обращаются опять к тому, что было. Чудо, видимо, это шок. Это действительно под воздействием, может быть, какой-то такой экстаз религиозный. Но потом это проходит. Надо, чтобы в голове сейчас не чудо, а час за часом откладывались понимания, что все, солнце встало, чудо, ты проснулся, чудо. Вообще все вокруг чудо. Чудеса происходят рядом с нами сегодня, каждый день, каждый час. Каждый день он смотрит и спасает нас от вот этих вот врагов, которых мы часто не видим. Любавический Рэбе говорит, что Бог творит явные чудеса. Очень редко. И только для того, чтобы напомнить нам, что он руководит этим миром. Как сказано, было написано, как в пророке Ишиягу обнажил Господь мышцу святую свою перед глазами народов и увидят спасение, принесенное Богом нашим. То есть Бог, он построил этот мир на чудесах, но на чудесах скрытых. Потому что с человека спрашивается. Например, вот то, что я вначале говорил, человек может в конце, через 120 лет, хоть какое-то оправдание сказать. Ну я там думал, я не знал. А если появился Бог, как поколению? Все, ты закончен разговор. У тебя нет больше оправданий. Надо рассказывать о чудесах, которые с вами происходят. Надо рассказывать о чудесах, которых вы видели. Это митцва такая, это обязанность рассказывать о чудесах. Самое большое чудо, которое мы с вами ожидаем, это что? Оживление мертвых. Надо утвердить в себе веру в это чудо. Написано, тот, кто не верит в воскрешение мертвых, он не верит вообще в Бога. Давайте чуть-чуть сложнее. Я знаю, все хотят попроще. Думать надо, какое чудо наша жизнь вообще. Прежде чем мы сможем утвердить вот обязательную веру в оживление мертвых, надо понять, что такое жизнь. В нашем восприятии, основанном на материальном мире, жизнь и смерть это понятие одного порядка. Последовательно сменяющие друг друга. С одной стороны жизнь, потом проходит жизнь, смерть, которая приходит к тому существу, которое было еще недавно живое. Но это ошибка колоссальная, колоссальная. Смерть никогда не может прийти к живому. Такое восприятие противоречит слову жизни. Жизнь не может прерваться, она всегда продолжается. Жизнь это вечность. Если не было вечности, это не жизнь. Умирают только внешние покровы, в которых облачается жизнь. В Торе сказано и было, когда покинула его душа. Ее душа, она умерла, в книге в Реши. На языке наших мудрецов смерть называется чем? Исходом души. Сначала жизнь воплощается в некую безжизненную заготовку под названием тело. Что сказано? Взял и вдул человека из праха земного, вдул его в ноздри дыхания жизни. И человек ожил. А когда эту оживляющую силу забирают обратно, покровы, вот то тело, в которых она пребывала, и естественно умирают, это называется исходом души. Но к самой жизни смерть никогда не подступала. Жизнь всегда обновляется, как вода из родника. А смерть имеет отношение лишь к тому, что стареет. Жизнь понемногу оставляет старую изношенную одежду, под названием тело, в которое она временно пребывала. А когда жизнь окончательно оставляет вот это, приходит то, что называется смерть. Но на самом деле жизнь не умирает. Вот это чудо надо вдуматься. Но вернемся быстренько к нашему вопросу. Нужно видеть чудеса этого мира. Видеть каждый день. Надо видеть мир взглядом удивленного человека, а не привыкшего такого, знаете, все знающего. Вот если бы я увидел, вот если бы... А что мы ждем? Что море раступится перед нами? Повторяю, чудеса совершаются каждый день, каждое мгновение. Сама жизнь это чудо. Истинное чудо рождения человека. Почему мы так легко забываем, что каждый из нас появился на земле в результате потрясающего чуда? Надо видеть чудо. Радоваться чудесам. И благодарить за чудеса. Посмотрите, вот то, что мы сегодня с вами сидим здесь, слушаем урок, и дышим, и улыбаемся, это тоже чудо. Брахава Ацлаха, давайте сегодня видеть чудеса и радоваться им.